ребята привет с вами игната я вот в такой красоте еще пока что в летнем лесу решил записать начало в общем второй ролик у меня об авроре первый был ну такой городской а сейчас я в принципе поехал искать аврору поеду я в истина в это деревня в истина называется ленинградской области вот и буду искать примерно знаю где надеюсь что найду все отправляемся ребят на все добрался я до вести на сейчас пытаюсь сообразить и вести на вдоль залива видите торгаши стоят лучше продают залив вон там вон там залив и я вот сейчас пытаюсь понять как не к заливу к этому выехать я практически понял вот я где нахожусь надо мне наверное вот сюда я думаю где тот в этом районе наверное авроры и валяется так короче сейчас мне надо первый поворот пропущу второй поворот налево и к самому заливу думаю это там в общем еще два поворота и смотрю там то эти коричневые таблички как по всей россии с достопримечательностями с экскурсиями хотел сказать какой-то там девяти километрах панорамный вид что то еще что то еще и кстати вот здесь очень много всяких старых тем после войны это тоже надо все пооблазить тоже все посмотреть на сегодня мы именно ищем аврору вернее оставшийся остров от авроры и я смотрел я смотрел репортаж с питерского телевидения они вроде как этой этим летом находили он еще чуть-чуть торчал я его смотрел когда в крыму еще был вот и в общем пока он совсем не ушел под воду надо и мне его найти все поехали в общем сейчас прицеплю камеру туда вперед посмотрите это вести на но и посмотрим где там залив потому что сейчас я и проезжал тут такие огромные эти бочки танкеры я не знаю как назвать где нефтепродукты хранятся тут же порт услуга короче там и газоналивное и нефтеналивное все чё хочешь и сейчас ехал дорога здесь офигенная и слева от дороги прям вдоль залива строится еще же д дорога стоят уже эти под электрички провода и уже отсыпано прям осталось только шпалы положите рельсы и все ладно все поехали искать остов здравствуйте 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 а где у стопотом руры валяйте а стопотом руры это ручья ручьи это надо было доехать до ручьев ручьев и дорога ну такая же да перекресток будет большой перекресток будет на ручьях приезжаете ручьев такой и перекресток на пригорке на сойбино туда идите в ручьи там как раз строят дорогу вот там не было славы вон там ну вы там ничего ничего там не увидите он затоплен и спасибо ребята в общем вы слышали женщина сказала что я проезжал в деревню ручьи приехал в истина а дом а надо в ручьях он говорит оста вываляется ладно сейчас придется вернуться чуть-чуть и я вам уже колик и здесь покажу тоже какое-то предприятие которое закон за загороженной видите заливом бетонки прям торчат и тут песчаный пляж и тут даже на машинах ездит я сейчас конечно попытаюсь может быть вдоль берега даже до этих ручьев доехать можно в общем посмотрим поехали искать дальше вообще ребят не помню откуда я взял что в истина именно он добавляется остов этот они в ручьях но вот откуда-то же я это взял и по памяти наверно смотрите тут еще какая табличка он совдепи видите просто ее чуть-чуть под подредактировали кирпичами балтика рыболовецкий колхоз вон там вестина видите ручьи заканчивается здесь соответственно они начинаются все мне сейчас чуть-чуть осталось мы сворачиваем и я примерно даже понял где он а то что вестина и еще зимой заинтересовался этим зимой я слышал что вестина и по-моему вот в этом репортаже с питерского телевидения тоже слышал что вестина и и приехал вести на увести на ручей не видите еще вестина не закончилась а ручей начались так что это все фигня все ребят я свернул то смотрите дорога видите дорога вымощенная тоже старое мощение до сих пор еще я когда ездил в услугу показывал что дорога вымощенная потом когда фон к форту я ездил не помню форт но тоже здесь на заливе там тоже была дорога мощенная здесь дорога мощная представляете это все старое 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 похоже а у меня еще спереди же камера пишет вот так что все увидите и вот она мощение то камера видеть нет вся камера видеть нет не знаю а это точно увидит видите прям вот она мощение вот она вот она сэлфи сэлфи вон та камера пишет вот это короче короче я думаю что я на правильном пути я там увидел такую в общем как в ялте вот так вот бух . сделано где у них морской порт так и здесь что-то такое на на карте тоже вот так вот как затончик за сделан в общем сейчас поймете когда я подъеду если это то я вам покажу но я думаю что этот это это то а вот тут ребята огромная огромная профика это я вот как раз думаю что это и будет же д дорога и о моем посмотрите тут то что творится это какие-то карьеры что ли ёшкин кот а это видите будут это строят эти эстакады всякие развязки что ж тут будет то это все вот к этому порту наверно по мощеной дороге ребят едем вот она как будто заканчивается но она на самом деле не заканчивается она под грязью болен куда здесь и потом она из-под грязи этого на из-под грязи появляется снова вон что на дороге у меня такое ощущение что мы уже прям рядом с остовом да вот он залив вот они эти сооружения которые я вам говорил защитные как будто как это как в ялте ну конечно масштабы не елтинский но все равно тут тоже я думаю были вояки ведь от старого дома и вода низкая я думаю что мы найдем сейчас аврору ну что мы тут ребята видим видим мы тут что был тут порт какой-то он правда войну тут был порт как это газель стоит видите все швартовали 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 корабли я вот не знаю какую сторону мне где-то аврора может быть там она или же она там где-то интересного газели кто-то есть рыбаки это наверно какие-нибудь на лодке куда-нибудь уплыли смотрите сколько швартовочных вон 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 ее же тут затопили именно для того чтобы что-то это было какой-то причал был так надо машина чуя закрыть и пойти и искать перегнал я поближе машинку в общем смотрите вот это получается услуга все ее порты туда 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 уходит там наверное уже эстония как я понимаю в том крае а петергоф вот здесь по этой стороне петергоф вот и еще я сейчас пойду вот сюда вот на вот этот причал смотреть если я не увижу ее с причалом его и ее его видите вот эту высокую фигню надо будет туда залезть если не посмотреть туда туда я думаю все проглядывается всем интересно что это за вода там бежит видите вот тоже противотанковый тут вот это я и видел на карте затончик видите такой щек 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 здесь наверно глубоко то наверное специально вырывали что сюда корабли заходили так я даже кстати может быть и отсюда увижу вправо влево потому что чуть-чуть он еще из воды виднеется а сейчас мне такое ощущение что вода еще ушла я думаю что я стопудов его должен найти видите это все на сваях стоит вот уже заканчивается бетонка и там наверно свая блин как это все грандиозно строилась видите тоже цеплять канаты он где машина мая стоит подглядывает на залив так вот это вот все тоже вон бетонная 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 противотанковые уже вообще без бетона остались так как где же наша аврора то валяется блин надо было мне хоть перед отъездом посмотреть ролики этих этого канала питерского чтоб я хотя бы местность мог узнать я как всегда собрался поехал ничего не узнал там что ли он там что-то из воды виднеется так но там это уже будут ручьи а и ручьи там это уже ручьи закончится я помню что берег в ролике был какой-то он как он тут смотрите как жутко здесь глубоко наверно да вот видите она уже все проваливается зато здесь рыбакам хорошо так сейчас наверно возьму я машину и попробую туда уехать вот где-то он здесь кажется валяется мне так кажется я конечно не уверен но чуйка мне подсказывает что где-то этот остров там как бы вообще не вот здесь где-то он валяется так но это все равно не надо машину потому что у меня с парк в машине или же взять с собой с парка из машины пойти я бы тут конечно лучше погулял чем на машине ездить у меня так хорошо на высоте стоит что я ее вижу кстати ребята тоже исчезающая история видите дороги тут по порт но в дороге все подбирается может быть скоро ружевщик и не будет этого хотя это же россия конечно она будет дорогу просто рядом проложит и все я загнал машину повыше идите на возвышенности возле этого дома бывшего кстати я тоже видел фундамент от дома чтобы вся моя машина проглядывалась на эту штуку я так и не залез но если уже точно там ее не будет тогда надо выдание полюбасом надо будет на нее сладить на эту штуку на и не охраняется идем на пляжик такая бухточка прям вот бухточка вспомнил это слово тихая бухточка там корабли наверно военные швартовались видите он сидите рыбку люди ловят откуда вот эта вода бежит родник или что смотрите прям песочек идешь по песочку спускаешься здесь тебе не шторма ничего купайся красотища я кстати пахнет морем балтийским балтийским морем это ребята видите какая-то труба вон пропрыгка подходит вот откуда это вода может канализации канализация не пахнет ну короче в этой лагунке лучше не купаться видите вот какие-то тоже остатки чего-то может это носа в роже как вы думаете ребята нос аврора это или нет это сильно маленькая для авроры но нос от чего-то и смотрите шиповник шиповник а вообще лето же в питере было жарко никто тоже 30 градусов все лето держался дождей не было практически и он да так сюда тоже приехать конечно тут шум стройки ну да и фикс на нем тоже видите вот зато он какой он что-то из воды виднеется не знаю я но это или нет вот вроде вот вот что-то вот такое укреп систему я видел да он она валяется по моему вот тут был такой должен был быть причал из не давайте уже на этот зайдем причем это я думаю мне сейчас вот сюда надо и он она она торчит из воды маленький кусочек и все равно история чуть-чуть сюда пройдем так а если это она его даже отсюда вижу как же мне туда вот на эту косу пробраться как у хрюшку он где нарисовали это чё не по пояс воде стояли что ли чтобы нарисовать вот что-то похоже а тут прям природная что ли такая коса вот это я по моему увидел видео кстати тут связь и есть я посмотрел сейчас на телефоне если не найду то посмотрю на ю тубе хотя бы местность узнать чтобы это все видите войну еще делалось как они защищали питер вон очень большое валяется но это не мозг опустов прям носу видно смотрите прям железяки они уходят в море залив толстый какое железо видите толстенные что то что же держала и вот я иду тоже все было укреплено по пути как смотрится уже такие полу гнилые но чем тут тут штормов нету тут стоят в идеальных условиях как видите тоже как берег укрепляли камни накидали линда такой все грандиозно в союз делалось ребята я иду не туда нашел ролик тоже парень искал и смотрите он был в январе смотрите что он показывает он где-то вон там где пристань прям сейчас мы пойдем назад ладно посмотрели зато и что тут смотрите что он показывает вот она на пристани стоит он тоже по телефону искал вот этот кусок пристани вон той значит аврора где-то пойдем искать вон там все ищут не могут найти но парень хотя бы дома подготовился пошел искать а я же я же вообще даже ничего не посмотрел пошел я бы я думал что короче ничего не думал просто пошел но я думал что ее сразу найду с первого раза его мои смотрите тут вообще как все раздолбан интересно и не провалюсь тут по идее где-то отсюда он показал я все-таки думаю что это вон тот кусок и он зимой здесь был он прям под подошел спилил себе кусочек авроры и он тот нос который я видел от корабля он тоже на него думал что это аврора да нет все таки это вон то зря я сюда пришел видите как тут все вот он в ролике показывал остаток вот этого причала здесь ничего не торчит из воды а вон там торчит ребята дубль 3 кажется я понял этот парень когда пилил кусок авроры видно было вон те он фиговины которые я вам показывал вон те вдоль берега причальные эти куда корабли привязывали как это назвать фиговины эти короче так что я возле него крутился понесло меня вообще в другую сторону возвращаюсь как я лезу камни конечно накидали здесь отсыпали конкретно дорожка видите какая из бетонных штучек тут он видите основание даже долбанулась уже вот на этот нос он тоже подумал что это от авроры видите тут это парень сказал я не обратил даже внимание но забетонированы пипец вот они себе тоже тут кусочки или ли видите она все пилены и перепилены авроры на это нос в линии аврорин интересно прикиньте если авроры блин он здесь должен быть это точно что он здесь должен быть и почему-то его не видно может воды наоборот заливе больше чем всегда где-то тут его пилил где-то вот тут вот он его пилил он точно ребята был вот здесь вот эти все я узнал тоже я возле них уже гулял нету авроры в январе парень в январе 18 года был еще видно было есть еще один вариант ребята вот она вот она и без вариантов вот сюда он и спустился зимой вот он кусок оврожи торчит вот так лежит он тут туда этот остров он блин я возле него ходил и ушел вообще вон куда да вот он носа в роже торчит настоящего офигеть а я еще с парка взял думал он далеко чтобы подлететь к нему а он вот он я доволен парень себе спилил кусочек надо с ним познакомиться написать этому парню если что зимой может вернуться сюда мне короче теперь тоже кусочек оврожи нужен не нужен но нужен сейчас я поменяю угол чтобы поближе вы увидели его вот ребята самый узкий угол на камере надеюсь так вы его увидите конечно это смех но все равно смех не смех а все-таки настоящая ворота вот где остался настоящий крейсер aurora ребят ну все я с вами хочу сегодня на этом попрощаться все-таки я очень рад что я нашел его пускай я так все равно я вот почти прикоснулся к истории почти прикоснулся к истории вот она история вот он настоящая aurora я вижу я его вижу а все что стоит там в центре это передел и как говорится в статьях просто аттракцион для туристов на ту штуковину я так и не залез потому что мне лень и ролик получается длинный а я думаю что я сюда вернусь тоже когда залив замерзнет ну все ребят на этом я хочу с вами попрощаться рядом с кусочком истории спасибо что посмотрели мой ролик подписывайтесь на канал если вы смотрите без подписки лайкайте видео нажимайте колокольчик чтобы он приходили оповещения новых роликах я с вами прощаюсь с вами был игнат пока пока